МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вызывали? Вызываю девок, Жилин. Заходите. О! Виталий Леонидович, я смотрю, у полковников обновление вышло, вы закачиваете его, да? Чтоб ты понимал, Макаров, это нейросимулятор для улучшения конгит... в общем, для мозга. Ну-ка, спроси мне что-нибудь. Премия будет по этому месяцу? Нет. Видишь, какой быстрый, я дал вам правильный ответ, а? Садитесь. Значит так, мужики. Звонили из главка. Сегодня состоится интеллектуальная викторина между отделами. Ну, а она-то чего за печаль? Ну, как что за печаль, Жилин? Во-первых, там будут эти, напыщенные дюки из Люблина. Мы должны их уделать. Ну, а потом, честь отдела. Нет, отказаться нельзя. Слушайте, видишь, как хорошо работает, а? В команде семь человек. Я, ты, ты, да-да-да, ты. И этот, Куренков. Нужно еще трое интеллектуалов, поэтому с тебя, Макаров, двое, с тебя Жилин один. Чуть, две, двое, а почему всего один-то? Ну, как будто бы, ну, какие у меня ФПС-то интеллектуалы. У меня полотенок до сих пор расписывается крестик. А у меня, у меня, у меня вообще четыре барышни. Достаточно сильный аргумент, не? Ну, вот, 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 вот. И думайте теперь, что делать. Да, считайте это, так сказать, разбинкой мозгов перед вечером. На выход. А погонять дайте, да, эту штуку. Я как-то уже постимулировал. Сейчас, разбежался. И пока машина падает в реку, они проваливаются в сон внутри сна, где время течет еще медленнее. И только там узнают, что случилось. Ань, что происходит? Ты просто уснула вчера, вот я ей рассказываю. Я уснула, потому что ты из нашей кровати кинотеатр сделал. Хотя даже там есть места для поцелуев. Ничего, ты можешь нормально объяснить. У любого половозрелого организма есть ряд потребностей. Но с приездом твоей мамы одна из них оказалась ненужной. Ань, ты серьезно? Она прям за стенкой спит. Это как-то, ну, неприлично, что ли. Получается, ты такой хороший, а я неприличная извращенка? Я не это имел в виду. Ты куда? На метро поеду, а то еще наброшусь на тебя в пробке. Ань, подожди. Я что-нибудь придумываю, обещаю. Страница 73, вторая сверху. Так, тебя сегодня ждет жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства. Могла бы и не гадать. Это нас каждый день ждет, пока с Макаровым работаем. А, 134-я страница, пятая строка снизу. Вот она, бойма Макарова. Четыре патрона и все хвосты. Вот и сбывается. Так, ладно, давайте к делу. Синицка, Попова. Задача. Дано. Вор, рецидивист, петься. Задержан вчера, при себе имел сумку с драгоценностями, происхождение объяснить не смог. Брюльки-то я люблю. Да, но зарплаты полицейского это безответная любовь. Стоять, спокойно, я вас знаю. Поэтому к затрате сразу предлагается ответ. Это ограбление. Скоро поступит заява. Дождаться, оформить, доложить. Есть. Туркина, а ты знаешь, ты выиграла сегодня романтическое путешествие на двоих. С криминалистом. Да. Едите на квартиру к бывшему депутату, а на незадержанному взяточному записывай Акимов. Ну и ищите черную бухгалтерию снимать отпечатки. Ты сегодня к преступности не приближаешься. Это в ваших общих интересах. Текучка в отделе? Бинго! Что же это? Так, сегодня сегодня вечером будет интеллектуальная игра. Поэтому в команду приглашены Туркина и Верба. А мы? А вы не приглашены. Надеюсь, по понятным для всех причинам. Да по каким таким причинам? Саш, не нервничай. Ну, наверное, Макаров не может всех взять. И должен же кто-то работать. Все верно. Люди с высоким IQ занимаются мозговой деятельностью, а с низким работают. Ну, Верба у нас тоже, конечно, не гений, но она может помочь в вопросах про детей, мультики и, пожалуй, все. Слышь, батам, тебе сейчас вопросы из темы первой медицинской помощи прилетит. Ответишь? Ну, вот о чем я говорила. Грубая физическая сила и никакого намека на интеллект. А ты что, самая умная? А ты вообще знаешь, что такое Япон? Я уверена, что таких вопросов не будет. Ну что, едем? Я как раз зашла сказать, что я не смогу сегодня поехать. 5.25. Ты все еще обижаешься? Я все уже придумал. Ну нет, просто появились дела поважнее. Угу. Дела важнее, чем работа. А Макара в курсе? Короче, меня позвали играть в команду по квизу. Но мне нужно как-то подготовиться. Ты же справишься без меня? Так я тоже в команде. Что там готовиться? Либо знаешь ответ, либо нет. Ну, конечно. Это ты либо знаешь, либо не знаешь. А у меня, наконец, появился шанс поставить Макарова на место и показать ему, кто здесь главный мозг в отделе. Короче, не смогу я сегодня. Прости. Лейтенант Туркина, согласно УПК РФ, осмотр места преступления производится следственная оперативная группа и в составе которой обязательно присутствие оперуполномоченного. Потом там дело-то на 5 минут. Затем заедем в гостиницу. Снимешь стресс перед игрой. Можичок будет лучше работать. Жду тебя в машине через 3 минуты. Да больно надо. Мы идем занятия поинтереснее, чем мозгами соревноваться. Вот, если Макаровым играть это самоубийство. Неправильно ответишь? Дежурство. Правильно ответишь. Все равно дежурство. У вас другого выхода нет, пока я ваш начальник? Да? За что это, Павел Сергеевич? Дело раскрыто. Тихо, тихо ты. Это у вас из настоящих полицейских приводит. Докладываю, Павел Сергеевич. Был ограблен ломбард. В отделение пришел некто Валерич Павалов. Написал явку с лавиной. Видимо, совесть замучила. Так что мы имеем полное право. Сегодня... Наконец-то включить голову. Пеца где? Отпустили только что. Да! За что ж мне это наказание? Торо. Что за беспредел, начальник? Граждане его задержаны за курение в общественном месте. Брат, я так понимаю, ты не поедешь? А, правильно понимаешь. Да иначе, понятно. Задолбать я не иди уже. Поехали уже, кто не гость. Неделю уже не могу поесть нормально. Ну ладно. С кем не бывает, у всех есть право на ошибку, в конце концов. Идите отдыхайте, я сам с ним разберусь. Что, правда? Да. Спасибо. Спасибо. Да нет, конечно. Хотел показать вам, как ложь работает. Вы же с ней пойти никогда не сталкивались. Шаповалов ваш, подстава, от алкаша Валера, 15 ходок по 15 суток. Вот его подговорили взять на себя вину за долги. Павел Сергеевич. Ну, мы же не знали. Незнание не освобождает от ответственности. Понимаешь, что это значит? Дежурство? Так, творческое задание. Берете через этого актеришку, я имею в виду Шаповалова, отправляетесь с ним в театр под названием «Ломбард», и там играете пьесу, следственный эксперимент. Начнет фальшивить, колите его, без хипенда и возвращаетесь. Что стоим? Это все мне. Что-то я в прошлой жизни натворил. Ничего себе подъезд. Смотри, какая консьержка. Добрый день. Лейтенант Торкинер. В квартире 307 нужно провести следственное мероприятие. Здравствуйте. Я вас провожу. сервис. А за что мы 200 рублей сдаем, непонятно. Как закончите, ключ верните на ресепшн, пожалуйста. Сколько времени вам понадобится? Минут 10. Три часа. Я тут еще в прошлый раз все облазил, чисто здесь. И потом, у нас же еще есть дела, если ты помнишь. Лейтенант Куренков, следственное мероприятие требует особой тщательности поэтому нужно намного больше времени приступать и к работе. Вам спасибо. Аня, что это сейчас было? Не понимаю, почему тебя взяли в команду по квизу? Соображай, зачем нам сомнительно эконом, когда у нас есть бесплатный люкс? Охренеть. А куда делась правильная Аня? А она осталась в квартире, где за стенкой спит твоя мама. Давай, удивляй публику. Чего? Чего? Показывай, говорю, как в ломбар залез, так что сигналка не сработала. Так, в фоточку и не полез. Ты что думаешь, мы дуры? Как ты один сюда забрался? Красава. Не ожидала тебя. Сама в шоке. В бочку полкатил. Так, а что она тут стоит? А я ее обратно закатил. Заметал следы. Ну, так разметай тогда. Показывай, как залез. Давай, быстрее. Слушай, Саня, а ты в этот твист когда-нибудь играешь? Разок. Когда в Рязани работала, игра между пепсами была. Ага. И как? Весело. Дракой закончилась. Что, может, хватит уже и так понятно. Все. Да подожди. Нам доказательства нужны. Ну, давай, лезь уже. Ай, твою мать! Вот тебе и доказательства. Так, работаете, да? Отложили все свои дела, отсутствующих оповестите всем отделам по одному ко мне в кабинет. Товарищ майор, что случилось? Да. В районе проходит операция антивзятка. Буду руки проверять на наличие следов метенных купюр. Какой город спасли гуси? Гусь хрустальный. А почему город? Может, деревню? Ну, если гуси? Тамбов. Хотя нет, там волк. Да, там волк. Какое восстание было в 1825 году? Восстание Спартака? Пуч? Нет. Вы сначала про гуси, ответ скажите. Даю подсказку. Восстание было в декабре, значит, оно зимнее. Можно я работать пойду? Следующий. На себя. Вызывали, товарищ майор? Нет. Тебе вопросов нет. Следующий. Какой город спасли гуси? Рим. Да. Восстание декабристов? Да. Восемь. Но было девять, пока Плутон в 2006-м не исключили из списка. Товарищ дежурный, вы у нас ходячая Википедия, оказывается. Толя, а откуда ты все это знаешь? Так по ночам-то в дежурке нечего делать. Вот я и подсел на скамворды. Так, Анатолий, приглашаю вас принять участие в интеллектуальной викторине. Четыре буквы. Квиз. Точно. Денис, а ты знаешь, что у айсберга над водой находится всего десять процентов? А все самое интересное на глупом мире? Ну, для второго заплыва нужен небольшой перерывчик. Как раз займусь тем, для чего вы сюда приехали. Ну, ладно. Как знаешь. Обещаю работать очень быстро. Заодно твои вещи принесу. Давай, давай. А то айсберг может и растаять. Здравствуйте, а вы кто? Я, жена Акимова. Мне консервис сказал, что в квартире работает полиция. Да-да, я из полиции, проводим дополнительный осмотр. А у вас жарко? Очень жарко. Конденсионер нельзя включить. А сами понимаете, улики могут испортиться. Да, Дело в том, что квартира три недели стояла опечатана, а мне вот ноутбук надо забрать. Вот скотина, а. Я так и знала, что этот козел здесь с проститутками развлекался. Что вы делаете? Это важно улики. Его за взятки взяли, так что вещи проституток тут явно ни при чем. Ань! Слушайте, может пока мы в больничке вам пойти рентген к голове сделать? Может там действительно ничего нет? Я нас вас зря спрашивал. Угу. Чего было проще поймать алкаша на вранье? Так нет, вы еще умудрились ему тяжкие интересные нанести. А это уже не дежурство девочки, это статья. Да, превышение служебных полномочий. А что вы на меня так смотрите? Товарищ майор! Идите к нему в палату, сказать, что он не умудрит. Да? В общем, все хорошо. Обычный ушиб. Похрома от недель повесил. Правда? Спасибо, доктор. Спасибо. Это единственное хорошее новое здесь сегодня. Прямо. А, нестандартный вопрос. Как у вас актерское мастерство? КВН играл. Сойдет. Ну вот, вроде все собрал. Только нижнего белья нет. Может, птицу унесли. Очень смешно. Ладно тебе, ты такая, очень даже привлекательная эксгибиционистка. Если бы мы занимались этим дома, такого бы не произошло. Я как теперь не игрой поеду? Домой я уже не успевала. Спокойно, у меня вещи для спортзала в машине есть. Все стирано. Ну что ж, прогнозы весьма неутешительны. У вас множественные переломы со смещением. Лечение сложное, длительное. Но так как вы отправляетесь в тюрьму, а местные врачи вряд ли справятся. Придется ногу ампутировать. Твою мать. Не, не, не. Я все расскажу. Это не я грабил. Это все брат Петца. Он предложил мне вину на себя взять за сто тысяч. Браво! Прекрасно, брависсимо! В роли врача Малышев Антон Петрович. В роли преступника Валера Шаповалова, в роли глупых полицейских Синицкая Попова. Я режиссер. Чего? А с ногой чего? Все хорошо с ногой. Немножко поболит, пройдет. Там синяк небольшой. Чего стоим-то? Все, оформляем этого за дачу ложных Петцу за брюлики. Я на игру. Спасибо, доктор. Во! Что случилось? Все в порядке, сержант. Это, прости господь, действительно, моя сотрудница была на задании. Контрольная закупка вьетнамской рынок. Понял, проходите. Ну что? Поведайте мне остросюжетную историю. Да, там такая ситуация. Ну, что там за проблема-то была? Спасибо, звезда. Немножко посмотрите. Туркина, ты что, как пугала-то оделась? Макаров. Здрасте. Жилин. Сан Саныч, здравия желаем. Здравия желаем. Мне просто интересно, когда у нас чемпионат по футболу между оделами, за вас играет профессиональный футболист. А вы сейчас кого посмотрите? За знатоков. Не, вы не отвечаете, нет, это риторический вопрос. Макаров, ты со своими риторическими вопросами вот так вот в майорах и состаришься. Аня, да не обращай это внимания на Макарова. Ты в этом костюме прекрасна. Да отстань ты от меня. Дай мне сосредоточиться. Мне еще за всю команду отдуваться. Ммм, вкусные бутера. Это канапе называется. Точно, мне вчера по горизонтали попадалось. Коллеги, 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 у нас чемпион. Организаторы нашей команды немного ошибся в подсчетах, и поэтому нам нужно срочно еще два игрока, иначе вас вообще не допустят. А что я-то? Мои сюда тупую дорогу не найду. Здорово! Друзья, рады приветствовать вас на первой интеллектуальной викторине среди работников пророкранительных органов города Москвы. Первые вопросы. Внимание, существует легенда, что обложка одного музыкального альбома означает погоню людей за наживы. назовите этот альбом. Так, все, это германар. Альбом его помпает. Молодец. Ты слышал? Внимание, вопрос на 0-4. Взали огонек. Глава, публикуса начинает получать его. Золото, золото. Да какое золото? Таркентом серебряном готовишься. Аурум золот. Итальянские представители как у них придумали их профессия. Карбонара придумали итальянские шахтеры. Да не очень, все, мы же рады узнаем. Сейчас, как это выражает. Ай, кто это? Он не знает, что за гора, но у меня такой логотип на куртке. Тихо, тихо, не с кудой. Курка как Монблан. 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 Среди них были сровняются стать предателем и получать на этом народе. Мы не спрашиваем людей за наживой. Здесь шоу или на несколько недель или месяцев в лесах. Сейчас, сейчас, трамблер. Куда у него убиваешь тут? Половиной чего является Вадзаре. Время. Так, Вадзаре, Вадзаре, это что-то из шумерской мифологии. Это из загробного мира. Это, Туркина, башка твоя из загробного мира. А вопрос про дзюдо. Вадзаре, это семь очков. Половина победы. Альбон, это чистая победа. А где ты кон? И победителем первого чемпионата становится команда Будова! А-а-а! 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 Я не понимаю, я-то как виноват с тем, что ты плохо сыграл. Вот так. Я хотела спокойно посидеть и подготовиться к игре, а ты мне голову задурил этим сексом. Я? Ты сама. Ладно. Все равно выиграли. Лучше бы сходили отметить. А ты знаешь, мне лично отмечать нечего. Ну, если ты у нас любишь выпасть без повода, пожалуйста, я тебя ни капельки не держу. Вообще, мог бы поддержать меня в такой день, только о себе и думаешь. Денис, ты что, обиделся? Подожди меня, пожалуйста. Ну, Денис, я же не то, что прям сильно обиделась. Просто немного не прийти. Да стой ты. Подожди меня, я тоже иду. Денис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok